Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами наконец-то долгожданное видео нашей презентации. И, конечно же, также поздравляю вас с Международным женским днём. И также хочу отметить, что сегодня мой день рождения. В общем, сегодня у нас такое праздничное видео, праздничный выпуск. Мы здесь собрались, как вы видите, с моими гостями. У нас сегодня в выпуске участвует Воробьёва Ирина. Это детский психолог, кандидат психологических наук. И, собственно, чуть позже вы поймёте, почему она сегодня с нами. И также Анна Крупин. С Анной вы уже знакомы. Это нейродефектолог, логопед. На канале чаще всего знакомы, как наша Аня, которая занимается с Рэмом и с Грантом. И сегодня, используя случай, что мы вот здесь в такой классной женской компании собрались, я хочу поздравить вас с женским днём, мои дорогие. И подарить вам цветы. Спасибо. Цветы тебе и цветы тебе. Поздравляю вас и благодарю за то, что вы такие замечательные, нежные, красивые. И что сегодня мы вместе собрались, в общем, чтобы снять это прекрасное видео. В свою очередь мы хотели бы поздравить тебя, Эдёра. И с 8 марта. Спасибо большое. Ой, спасибо. Спасибо огромное. Кстати, подруга эти цветы нам подарила Ксения из салона цветов «Элемент», которая наша совместная подруга. И она передаёт вам всем также приветы не со студии, но из своего салона. У неё, кстати говоря, сегодня тоже день рождения. И мне кажется, это вот как-то, знаете, как звёзды сошлись, когда женщины, такие деятельные, красивые, классные, собираются. Особенно, когда отмечают такие клёвые даты. То есть вот когда день рождения 8 марта, когда женский день, мы презентуем какое-то наше совместное дело. Да ещё и пахнем цветом, как розы. Да? И, конечно же, подруги мои, самая главная причина нашего сегодняшнего выпуска – это презентация моей книги. Многие из вас в комментариях частенько писали и пытались угадать, что же за продукт я запускаю, и что же для вас я приготовила. Так вот, те подруги, которые угадали, что это книга для мам, пап и, конечно же, наших малышей, вы угадали совершенно верно. Я написала серию детских книг, и сегодня рада сообщить вам о том, что продажи этих книг запускаются. И перед тем, как рассказать вам, что же в этой книге и над чем же мы так долго работали, проходите в описании этого видеоролика. Там есть ссылка на мой новый сайт, в котором вы найдёте первую книгу. Её можно уже сейчас купить и разместить предзаказ на вторую книгу серии. А все остальные книги серии, они будут появляться, и до сентября нас ожидают целых пять книг. Ну, а кто знает, может быть, если мы поработаем немножечко интенсивнее, то, может быть, и больше книг запустим в этом году. На что нужно ещё обратить внимание – это сроки доставок. Итак, первая книга у нас будет в доставке до конца марта, а вторая книга, которая размещается сейчас на предзаказ, она к вам приедет до конца апреля. Но так как я уже вам говорила, что первый тираж у нас ограничен, если вы хотите быть в числе тех подруг, которые закажут свою книгу первыми себе, ну или в подарок своим близким и родным, поторопитесь, нажимайте видео на паузу, проходите по ссылке на наш сайт, заказывайте книги, ну и возвращайтесь к нам. И также очень важно, если помните, в одном из давних видеороликов я объявляла небольшой конкурс. Те подруги, которые угадают, что же я выпускаю, получат книгу в подарок. Так вот, также в описании этого видеоролика список пяти подружек, которые первыми угадали, что у нас книга. Вы эту книгу получаете в подарок. Ну а для тех подруг, которые впервые на моём канале или не знакомы с моими гостями, давайте знакомиться. И первое, хочу представить вам Ирину, наш детский семейный психолог. Ир, расскажи немножко о себе, чем занимаешься, что тебя вдохновляет работать с семьями, с детьми, и, собственно, почему ты здесь. Меня зовут Ирина Воробьёва, я кандидат психологических наук. Сейчас работаю ведущим научным сотрудником в научно-исследовательском институте урбанистики и глобального образования Московского городского педагогического университета. Я выучила, вот это сложно звучит. На самом деле мы занимаемся исследованиями детства, исследованиями детской образовательной среды и, собственно, теми образовательными программами, по которым наши детишки ходят, учатся в детском саду и в школе. И ещё у меня есть канал о воспитании научных, который существует на Ютубе уже год, кстати. У нас тоже сегодня небольшой праздник, это прям юбилей, мне кажется. Где-то в начале марта вышло первое видео на этом канале. И там я записываю видеоролики для мам, для родителей, для педагогов о том, что такое общедетская психология, как воспитывать ребёнка так, чтобы на что-то опираться, доказательное воспитание, доказательная психология. Ну и участвую в разных проектах интересных, которые связаны с детством, с воспитанием, с ценностями семьи. Вот, например, написала предисловие и часть задания к этой книжке. Очень здорово. Анна, слава тебе. Меня зовут Акрупиньна Анна, я логопед, нейродефектолог и основатель онлайн-центра «Логопед. Дети». Наша основная задача, чем мы занимаемся с детьми, развитием речи и мышления в онлайн-формате, помогаем родителям выстроить формат занятий с детьми, рассказываем, как мотивирует ребёнка, какие задания нужны для развития речи, какие не нужны для развития речи, что такое, скажем так, игровой подход. Вот об этом всём я рассказываю в своём проекте. И я написала целый блог про развитие речи в твоей книге и рассказываю, как правильно заниматься, развивая речи и мышление ребёнка. Датя, расскажи, пожалуйста, как появилась идея написать книгу, потому что такое непростое дело, ответственное. Как это происходит? Ты знаешь, на самом деле, вот как раз-таки думая о том, что это будет за продукты, вот когда вот мои подписчицы, они угадывали, мне казалось, что вот среди всех каких-то продуктов книга, она будет самым таким, может быть, ожидаемым результатом, поскольку все знают, что я очень люблю книги. Мне кажется, что я на канале где-то ещё рассказывала, что на самом деле я писала с детства, то есть я в таком глубоком, наверное, ещё подростковом возрасте писала стихи, кстати, причём писала на русском языке, вот, и участвовала в конкурсах, в школе вела газету, была главным редактором, и для меня писать это всегда было что-то, что мне очень нравилось, и что-то, что меня вдохновляло, и что-то вот, знаете, от чего в хорошем смысле трясутся ручки, то есть я понимала, что мне это очень нравится, и какой-то отрезок в своей жизни я вообще мечтала быть журналистом. Быстро, конечно, подзрослев, я поняла, что немножечко в другую стезю хотелось бы уйти, и планировала, да, написать книгу, но случилась жизнь, случились малыши, и вот та книга, которую я планировала на взрослую тему написать, она как-то не сложилась просто потому, что вот последние, наверное, да, 4 года моей жизни, они очень плотно взаимосвязаны как раз-таки с семейной, с детской историей. Понятное дело, это беременность, когда у тебя фокус, в принципе, смещается, и когда доминанта, она как-то беременности в женщине, да, она, в общем-то, ну как-то немножечко так по течению начинает плыть и становится более такой, скажем, нечувствительной к окружающей среде, и все вокруг ребенка, детей и, собственно, вот этой темы. И когда мои дети родились, то, естественно, я, как человек любящий писать, любящие книги, я всегда была, скажем так, занята в магазинах книжных, вот просто шерстила по полкам и искала вот свои идеальные книги, да, те, которые нам бы подходили больше всего, и те книги, которые мне бы хотелось моим детям читать, и которые, как мне казалось бы, их бы вдохновляли. Но я с трудом находила такие книги, особенно на вот наших полках, да, то есть понятное дело, что в интернете можно заказать все, что угодно. Но если говорить о книгах, которые вот в таком легком доступе, мне было очень тяжело, потому что вот лично я не находила или редко находила те книги, которые вот меня бы вдохновляли, я бы там вот на полке увидела бы и поняла бы, я хочу эту книгу, она вот прям вот то, что меня интересует. И поэтому я решила написать детскую книгу, которая, вот скажем так, в себе воплотила вот все, что я как мама хочу видеть на книжной полке. И как мне кажется, что вы, мамы и мои подруги, вам тоже будет очень интересно держать, читать для своих детей. И, конечно же, во многом благодаря, во-первых, сюжету, то есть я написала про такую маленькую банду динозавров, главным героем в этой книге выступает Лучик, поэтому собственно книга называется «Приключения Лучика в большом городе динозавров». И, кстати, серию книг, одну книгу от другой в этой серии будет отличать, как раз таки вот такое под название, это книга 1, книга 2, все очень просто, 1, 2, 3 и так далее. И здесь книга о маленьком Лучике, который родился в своей семье, и он начинает свою жизнь, он очень любознательный, очень такой веселый, храбрый, отважный малыш, который собственно живет своими родителями, задается очень многими вопросами. Причем он родился очень необычным, у него светится хвост, и во всем городе динозавров никто не знает, почему этот хвост светится, и собственно он будет в серии этих книг узнавать и как-то понимать, почему же этот хвост светится, и знакомиться со своими друзьями. Вот на обложке первой книги у нас, собственно, все эти друзья здесь показаны, их семь маленьких динозавров, они познакомятся в первой книге в детском саду, и собственно начнут свою дружбу, которая вот будет нас с ними знакомить и погружать вот в этот мир малышей, в их приключения, и во все, что их интересует. Причем каждый из этих малышей, у них есть своя суперспособность. Сейчас перечислять все, наверное, не будем, но в целом это такая главная мысль вот этой книги, что все малыши, они разные, они особенны по-своему, и каждый из этих малышей начинает свой путь, свою жизнь к тому, чтобы раскрыть вот этот свой талант или суперспособность и, собственно, отправиться во взрослую жизнь. Так вот, и здесь мы в этой книжке и раскрываем, значит, их первый поход в садик, их знакомство, и дальше по сюжету, собственно, история развивается. Причем эту первую книгу, наверное, очень важно сказать, кому я ее посвятила. Это такая очень важная для меня эмоциональная еще история, поскольку эту книгу я в первую очередь посвятила своим детям и своим племянникам. То есть, кто знает, у меня трое племянников, двое сыновей, и, ну, получается, что в нашей семье вот таких вот пять братиков-сорванцов, которые каждый, каждый фантастический по-своему, очень-очень разные, и вот на моем канале вы наверняка уже с ними где-то встречались и где-то с ними уже по чуть-чуть знакомы. И поэтому каждый герой, он по своему характеру и по своим каким-то проявлениям, даже физическим, визуальным, он создан по подобию вот каждого из малышей. То есть, это мои сыновья Рэм и Грант, и мои любимые племянники — это Адам, Эмиль и Тео. Я думаю, что они на самом деле будут очень-очень рады этому, потому что это держалось в таком большом секрете, и они об этом совершенно не знают. И также эту книгу я посвящаю первым воспитателям в нашем детском садике. То есть, Рэм отправился в детский сад уже второй год, и у нас совершенно фантастические воспитатели. И я на самом деле, вот как мама, поняла, насколько это важно. То есть, тема педагогики, наверное, вот как раз-таки в знакомстве с Анной, с тобой, Ира, это отдельная история, я думаю, мы еще будем иметь возможность об этом говорить. Но как раз-таки вот в этой книжке я упомянула наших первых воспитателей, которые встретили с огромной-огромной любовью моих детей в садике. И в моем посвящении в этой книге я как раз-таки упомянула их. Это Елизавета Игоревна, Лидия Сергеевна, Полина Дмитриевна и Екатерина Николаевна. Спасибо вам огромное за вашу любовь, с которой вы встретили нас в детском саду. И последний момент, о котором я очень часто думала, когда писала книгу, это забота о мамах. Я вот как-то так осмелюсь, наверное, передать полномочия адвокатов наших детишек Ире и Ане, как нашим педагогам, психологу. И я, конечно же, как мама сама являюсь таким большим адвокатом малышей, как и все мы, наверное, потому что своих малышей мы действительно любим. Но отдельно, вот так вот особенно, я хочу выступить адвокатом мам, потому что я как-то, знаете, вот сама окнувшись в этот опыт, с большой любовью, большим трепетом и большим пониманием отношусь ко всем мамам, которые занимаются вот этим большим делом воспитания малышей. И частенько мы настолько фокусируемся на наших малышах и на их благополучии, что и правильно, и прекрасно, но все-таки упускаем тот момент, что и мама важна, и о маме нужно позаботиться. И порою внутри нас просыпается и женщина, и внутренний ребенок, и, в принципе, человек, который имеет и свои нужды, и какие-то свои, может быть, желания. И даже в заботе о детях частенько нам хочется получать вот это удовольствие, это счастье. Наши эндорфины, наш окситоцин, это, в принципе, прекрасно. Вот. И я хочу вот с этой книгой выступить таким неким адвокатом родителей, в принципе, чтобы подарить вот эти такие глубокие, счастливые, тихие моменты чтения книги с детьми. Потому что наша жизнь, она очень суетлива. Жизнь мамы, в принципе, очень суетлива. Мы очень много времени проводим в том, чтобы что-то готовить, что-то убирать, куда-то бежать, детей собирать, заниматься их развитием, их воспитанием, мучить себя чувством вины, когда делаем что-то не так. Но мне хочется вот, чтобы эта книга была тем моментом, когда мы останавливаемся, когда мы просто в тишине, без лишних звуков, садимся рядом с малышом, и когда звучит только голос мамы или голос папы, или голос бабушки. Но суть в том, чтобы звучал голос вот этого самого близкого, родного, взрослого, который общается с ребенком, который ему читает книгу и общается с ним, и вместе с ребенком может расти и родитель. И поэтому я думаю, что эта книга, она будет таким маленьким островком счастья и тишины для мамы. Особенно это учитывалось в обложке, потому что она у нас такая софт-тач, и ее, знаете, как антистресс, для мамы ее хочется трогать и гладить, и прямо какое-то особенное такое тактильное удовольствие для мамы-пап будет как раз-таки читать эту книгу своим малышам. Очень интересно тебя слушать про то, как ты рассказываешь, как ты горишь этой книгой. На самом деле у меня очень такой интересный вопрос. Расскажи, пожалуйста, про Птевдоним. У тебя имя такое интересное? Я думаю, что это будет классно послушать и интересно. Имя, да, необычное, как я говорю, что это самые сложные четыре буквы. Моим имя Датца. И да, автор на этой книге Датца Павликовская, то есть это моя девичья фамилия. Почему хотела именно эту фамилию, и да, получается, что это сейчас мой псевдоним, просто потому, что моя девичья фамилия, она не просто как-то ассоциируется с моим детством и началом жизни, она очень тесно для меня взаимосвязана с моим папой. Потому что как раз-таки в детстве и мама, и папа читали нам книги, но так как папа, скажем так, очень рано ушел из жизни, то, конечно же, все воспоминания о нем, они приобретают такое свое особое значение. И как раз-таки я очень хотела почтить его память тем, что его фамилия будет украшать эту книгу, и поэтому мой псевдоним Датца Павликовская. А у меня вопрос к вам. Ира, Анна, расскажите, как вы приняли решение участвовать в этой книге? Что вообще в этой идее привлекло больше всего? И, собственно, как это все произошло? Как я решила принять участие в книге, на самом деле это все такое гармоничное было, потому что я являюсь многопедом, неродиспектолом, который занимается ванкарантом с Рэмом. И вот в наших занятиях мы всегда использовали подход в формате игр, упражнений, пособий разных карточек, простых слов, как ДИ, НО, тут, сюда и все остальное. И я не могу вспомнить такой формат, что вот был конкретный прям день, когда мы такие, все, принимаем участие. Оно так гармонично все было, что из-за нашей деятельности, занятий, совместных, там, не знаю, времяпрепровождения какого-то, мы поняли, что это будет крутым форматом. И эти задания, которые в книге, я в них принимала участие, пыталась создать их так, чтобы родителю было интересно заниматься с ребенком в игровой форме, потому что мы за столом занимаемся пальчиковой гимнастикой, артикуляционной гимнастикой, делаем логически сложные упражнения, и когда это с интересной темой динозавров, когда они там что-то делают, куда-то бегут, это очень классно. И ребенок, он подхватывает прям эту тему, и возвращаясь к моему вопросу, оно произошло просто так гармонично, что, мне кажется, другого пути не было, что книга должна была родиться. Точно. Ира, расскажи свою историю. У меня она ровно противоположная Анине, и для меня все случилось резко и неожиданно, никакой плавности. Мне позвонила Аня и говорит, знаешь, есть такая вот знакомая у меня от Дации, она, представляешь, хочет написать книгу, вот мы с ней делаем, я туда пишу задания, и у нас появилась идея позвать психолога, чтобы вот внести такую вот психологическую нотку, чтобы поговорить с мамами. Но вообще ты можешь сделать все, что хочешь. Нам просто вот важно, чтобы там был психолог, чтобы были какие-то задания от тебя, чтобы ты написала предисловие, там вдохновила маму заниматься с детьми, потому что вот психологи же говорят про привязанность, про то, что с ребенком нужно разговаривать, что должен быть контакт. Ну, мама же не знает как, а вот ты можешь прийти и сделать элемент, конечно, был вау. То есть человек пишет книгу сам, да, это твой продукт абсолютно, и ты хочешь, чтобы еще кто-то поучаствовал и сделал мне все, что хочет. И, в общем, такие ценные вещи, как про отношения, про привязанность, про контакт, про игру, про диалог и промышления, конечно. Поэтому меня это уже вдохновило, что можно прийти и, в общем, помочь мамам на самом деле вот эти все сложные понятия, о которых мы говорим на консультациях, о которых мы пишем в книгах. Вот, собственно, показать, как это можно, когда вы берете книгу, и тут есть задания от меня, вопросы, которые помогут вам устанавливать с ребенком связь, научиться с ним разговаривать, при том и по душам, да, идти в какие-то темы, которые вам могут показаться сложными, и провоцировать его мышление. То есть учить его думать, размышлять о себе, о сложных жизненных ситуациях, о проблемах, и делать это очень мягко, как сейчас, знаете, говорят, нативно, очень включенное в деятельность. И, как для мамы, для меня это тоже было очень важно, потому что иногда книжки классные, думаешь, да, вот про это я с ребенком поговорю, потом открываешь какую-то страницу, думаешь, так, и как про это разговаривать? А здесь для вас есть подсказки, да, вот страница, вот текст, вот такой вопрос задайте ребенку и вперед. Причем очень важно, что нужно упомянуть, наверное, и мы когда вот эти блоки создавали вместе с вами, то, как мне кажется, очень важным моментом было, что, да, практически на всех разворотах есть вместе с сюжетом задания от психолога, от логопеда разная направленность, но это не означает, что мы сейчас взяли вот эту книгу, и мы непременно обязаны с ребенком каждое задание выполнить. То есть это не занятие. Здесь мама и ребенок абсолютно смотрят по своему настроению, по своему какому-то, не знаю, по желанию чем-либо заняться или, наоборот, по нежеланию заниматься вообще ничем, потому что частенько я вот опять же как мама знаю, что вот я настроилась, сейчас мы с Рэмом будем заниматься. А Рэм такой на меня посмотрел и сказал, ну, тебе надо, ты занимайся. А я пошел. И у него нет совершенно никакого настроения ни отвечать на вопросы, ни выполнять какие-то задания, ни делать какую-то там артикуляцию или пальчики и так далее. В общем, бывают моменты, когда ты понимаешь, что ты просто можешь сесть, можешь читать. Если не хочется читать, ты можешь просто разглядывать картинки. Даже иногда можно не читать сюжет, а просто открыть вот классный разворот с очень яркой такой классной иллюстрацией и выполнить задание от логопеда. Или выполнить задание только от психолога и просто поговорить на какую-то тему. Или даже вот я сейчас подумала, частенько, я же протестировала свою книгу на своих детях, ну, на старшем сыне, потому что маленький еще совсем маленький. Но частенько бывают у нас такие ситуации, что там, ну, например, для трехлетки, что характерно, он там, например, с братом поссорился, скажем так, да, они там не поделили территорию, не поделили любимые игрушки, там, а робот не туда встал и так далее. И когда я вижу какие-то конфликтные ситуации, которые отображаются в наших героях и в нашем сюжете, или, например, в садик, он тем же самым, да, когда ребенок, но не хочет идти в садик, или ты сидишь вот на этой скамейке у этого шкафчика садика там полчаса, все дети уже завтракают, это мама сидит и ребенка уговаривает, он в слезах не хочет в этот садик идти. То есть какие-то такие жизненные ситуации, которые, да, сегодня утром, например, вот в садике произошли, вечером мы с ребенком садимся, и я могу ему напомнить про эту ситуацию, открыть хотя бы один разворот и просто разобрать эту ситуацию, как пример поговорить с ним о каких-то вещах и задать вопросы от психолога, правильные вопросы, правильно сформулированные вопросы, причем, которые могут быть перефразированы и которые могут быть заданы вот моему ребенку так, как я чувствую, он этот вопрос воспримет лучше всего. И вот это, кстати говоря, вот именно в ваших блоках. Для меня это вот самое-самое ценное, не говоря уже о том, что если открыть последние страницы книги, здесь каждый читатель увидит очень детальные, в то же самое время, ну, такие легкие советы, какие-то, может быть, заметки и от логопеда и от психолога, объяснение каждого задания, почему это задание мы задаем, почему мы спрашиваем именно этот вопрос. А поскольку вот мне, как маме, не будучи ни психологом, ни логопедом, у меня бывали такие случаи, что я, например, смотрю на вопрос, мне кажется, а зачем мне задавать какой-то нелогичный вопрос или неважный вопрос, ну, как-то вот так кажется, и я, Ира, спрашиваю, Ир, зачем мне задавать этот вопрос, давай что-нибудь другое спросим или Аня, сейчас расскажу. Так вот, эти все очень важные, классные заметки с комментариями от специалистов, они в конце книги размещены, и они очень здорово могут помочь родителю немного лучше понять, почему именно то или иное задание размещено в той или иной сюжетной линии. Еще такой интересный момент, который мы тоже обсуждали с тобой как-то по телефону или по скайпу, когда планировали книгу, равно как ситуацию, зачем этот вопрос задавать, я помню, такое было, что некоторые задания, некоторые вопросы могут иметь такой отсроченный эффект, да, вы, например, прочитали книжку, про что-то поговорили, но из-за того, что вопрос прозвучал, он где-то там посеялся в детском мышлении, возможно, что он будет про это думать, размышлять или просто станет чуть более внимательной к реальности, которая его окружает. Например, не раскрывая секретов, но в книге есть момент, когда мы просим ребенка подумать о том, как он принимает решение, о том, с кем он хочет подружиться, с кем нет. И я тоже тестировала эту книгу на своей старшей, которая 6,5, и я помню, что она пришла как-то дня через два, кажется, после того, как мы прочитали эту книгу домой, и сказала, мам, а помнишь, вот ты спрашивала, я поняла, почему я дружу с Сашей, потому что он такой же веселый и задорный, как я. Для меня это было очень ценно, потому что я знаю, что ребенок вдруг стал замечать что-то вокруг себя, что раньше было как бы в ней поле внимания. Она никогда не думала, почему она с кем-то дружит, а почему нет. А сейчас она стала про это размышлять, и это тоже очень важный эффект, который, по крайней мере, вот от тех заданий, которые я сюда писала, вы можете заметить. Еще один важный момент, который я для себя отметила. Вот у тебя, например, дочка 6,5, Рэма моему, ему почти 4, он не речевой ребенок, ну или ребенок с задержкой речи, и задания здесь в этой книге, особенно самые сложные, они отмечены звездочкой для таких детей, которые уже более свободно общаются или возрастом немного старше, чем, например, самые маленькие. И в то же самое время самые малыши, которые еще совсем не говорят, они тоже могут прекрасно выполнять задания, которые в этой книге. Поэтому у нас такой общий, наверное, возраст, да, с трех приблизительно, даже с двух, в принципе, можно читать ее спокойно можно использовать как вот книгу первого чтения и до возраста вот уже постарше ребенка, вот до тех пор, пока интересны динозавры, вот до тех пор и можно читать, и динозавры, как я уже заметила, интересны прям многим. Мне нравится, что вы затронули психологическую часть, но речевая часть тоже очень важная, почему это подходит всем детям, потому что, когда вы берете любую книгу, у вас нет специальных речевых слов. Что такое специальные речевые слова? Это когда вы занимаетесь ребенком развитием речи, они должны быть простые. Это дина, туча, ваза и так далее. Тут, там, смотри, сюда. Как и слова, так и инструкции для мамы, почему все задания простые и понятные. Вы прочитали, вот у вас прям в кавычках написано, что нужно сказать, и вы повторили. И ребенок сразу хорошо вам отвечает, как нужно. Вы не думаете, а давай посмотрим вот тут, что же вот тут есть, какой динозаврик, какой у него цвет. То есть вы сами структурируете свою деятельность, и поэтому это развивает речь. И, конечно же, мышление. Потому что тем очень много, различные ситуации, где есть и вопросы, где нужно подумать, где и нужно просто назвать. Поэтому это очень классно, действительно, начиная, на мой взгляд, с двух лет. И не просто просматривать там вот эту психологическую часть вашу, а заниматься. Вот так вот, составление от логопеда. Заниматься. А вот есть у вас любимый какой-то момент в книге, или, не знаю, любимый разворот, или по каким-то причинам ваше любимое задание, которое вы написали, вот какой-то особенный, особенный момент в книжке, который можно выделить. Начнем с того, что все мои развороты здесь любимые, потому что цвета, фактуры, линии, вот специфика изображения мне очень нравятся. Но, если самый любимый, то артикуляция, где у нас там такая большая стена и артикуляционные позы. Нужно повторить артикуляционную гимнастику. Это все в игровой форме, потому что разные динозавры, и можно сказать, посмотри, как он делает, посмотри, как вот тут делает. А у тебя получится такая, ну-ка, напугай динозавра. И ребенок, он очень легко включается. Почему еще такую тему мы выбрали? Очень можно классно сказать ребенку, а давай посмотрим, не нудный сюжет, а ты сможешь меня так напугать? И это все протестировано уже и на твоих детях, и на всех остальных, что именно такие вот прикольные маленькие моментики, как речевые секретики, чтобы вот сказать так, чтобы ребенок включился. Если вы скажете, давай с тобой вот это вот языком начнем двигать, вот это вот сделаем, надо, сказали. Это не сработает. А если сказать, интересно, а что это у них на стене? Что ты подсматриваешь? Давай с тобой посмотрим. Ого, какой язык! Ого, а такой рот! А ну-ка покажи! Тогда ребенок очень классно включается, и так как это артикуляционная гимнастика первостепенная, что нужно для речи, это мой любимый разворот. Прекрасно. Ира? Спросить про любимое что-то в продукте, который ты сделал, это, по-моему, все равно, что спросить, какого из детей ты любишь больше. Это же, ох, все любимое, все очень продуманное. На самом деле, когда я писала каждый вопрос, я все время представляла и себя отчасти, как я бы разговаривала с ребенком, и наоборот пыталась дать подсказочку на основании тех дефицитов, которые я чаще вижу в родителях, которые приходят на консультации, сказать, вот это вы упускаете, вот это спрашиваете, даже если это кажется странным. И я отмечу один разворот, когда мы предлагаем ребенку с одной стороны тут совершить некоторые выборы, принять некоторые решения, а потом спрашиваем, а что ты думаешь, во что бы ты хотел, чтобы я играла с тобой чаще? Я знаю, что для многих мамы такой вопрос, опять, опять. Они говорят, что я должна играть с ребенком, но поверьте, для ребенка, особенно дошкольника, игра – это самое важное, это самое ценное, это самая развивающая его деятельность. Если вы спросите своего ребенка о том, как ты думаешь, во что ты хочешь с тобой поиграть, во что ты хочешь, чтобы я играла с тобой чаще, то, во-первых, отдадите ему посыл о том, что то, что ему суперважно и ценно, интересно вам, ценно вам, бы вы хотели в это включиться. Ну, а во-вторых, возможно, вы удивитесь, да, ребенок может сказать что-то такое, про что вы совершенно не думали. Например, из моего опыта, что удивляло меня в последнее время, когда моя старшая дочь сказала, мам, давай просто посидим рядом. И то, так что идти в такой смелый вопрос, смелый в том смысле, что вы не знаете, какой это ответ засть ребенок, тут нет правильного или неправильного ответа, то, что про игру, про детство, про контакт, про диалог, вот, пожалуй, этот разворот я отметила бы как любимый. Супер. Вот мы сейчас поговорили про саптексты, чуть-чуть открыла тайну, что там с сюжетом, а мы поговорили про задания, но в этой книге, кроме текста для ребенка и текста для родителей, еще есть одна вещь, это очень красивые, яркие иллюстрации. Датса, расскажи, пожалуйста, как они появились, кто их придумал, это ты рисовала, или художник, кто придумывал сами, сюжеты, которые изображены в книжке? На самом деле, иллюстрации вместе с сюжетом, это очень важная составляющая, если не самая главная составляющая, поскольку как раз-таки иллюстрации, они также явились причиной тому, что я отказала одному издательству в сотрудничестве, поскольку мы никак не могли договориться по поводу иллюстраций, так как и в психологии, я знаю, есть не знаю, это, наверное, теории назвать, что для правильного развития ребенка рисунок должен быть определенным, он должен быть сильно реалистичным, должны использоваться определенные оттенки цветов, вот, и, собственно, в этом вопросе мы никак не могли сойтись, потому что я, как мама и как человек, который реально с ребенком читает и который, может быть, вспоминает себя из детства, думала о том, что же приведет и меня, и ребенка в полный восторг. Даже самое простое, первое, если я захожу в книжный магазин и я смотрю на книжную полку, какую книгу я в первую очередь замечу и возьму с этой полки для того, чтобы посмотреть, о чем она и какую я, скорее всего, куплю, мне кажется, вот такую книгу. Или, например, если думать о том, что меня в детстве моем вдохновляло, я вот вспоминаю диснеевские мультики, которые мы ждали каждое, по-моему, субботу или воскресенье это было, для того, чтобы посмотреть несколько серий, там, Чипа Дэйл, Мишки Гами, вот это вот все, и это очень красочные, красивые такие мультики, которые вот оставляли глубокое впечатление именно как раз-таки из-за своих иллюстраций. А если говорить про наших детей, вот в наше время, то, к сожалению, книга как формат, она увядает, и дети на самом деле это вот то поколение и те люди, которые на самом деле по большей части держат эту книгу еще живой, вот сам формат, потому что взрослые уже перешли на аудиоверсии, там какие-то электронные версии, да, а ребенок не переходит на эту электронную версию, потому что ребенку невозможно книгу дать в айпаде, невозможно ему дать эту книгу в игрушке, это должна быть книга, это первое. Второе, наши современные дети, они должны вот эту книгу взять в руки, и эта книга должна их заинтересовать, ведь эта книга конкурирует с теми же самыми экранами, с телефонами, с айпадами, со светящимися поющими игрушками интерактивными, которые не только там поют, они еще отвечают, называют ребенка по имени, и вот чего они только там не делают, да, вот у Анны там одни занятия, чего только стоит, когда там ручка пела песни и повторяла, там я вот за дверью слушала и не понимала, что происходит. Вот, поэтому, когда я придумывала эти иллюстрации этой книги, да, отвечаю на твои вопросы, их придумывала я, но так как я не иллюстратор, я рисовать не умею, я вот для этой работы пригласила чудную совершенно девушку, кстати, она мне с этим вопросом тоже помогла, Елизавета Клепикова, она является иллюстратором нашей книги, и мы с ней замечательно сработались, и она действительно воплотила все эти идеи и все те вот корявые эскизы, которые я вот своей рукой рисовала и отправляла как вот идею того, как должно все это выглядеть, она это воплощала, и действительно очень красиво, очень красочно, вот с цветами, с, не знаю, вот все она отрисовала настолько прекрасно и красиво, что эта книга, вот, действительно осмелюсь заявить, что она вот прям конкурирует с тем же айпадом и с мультиками, поскольку, если вот ребенок сидит за экраном, то я думаю, что может получиться этот экран, скажем так, отложить и предложить ребенку вот вот окунуться в мир вот жизни Лучика и его друзей и посмотреть, почитать эту книгу, поскольку иллюстрации здесь очень-очень красивые, яркие, сочные, и вот такие вот, мне кажется, правильные для любимой книги. Думаю, достаточно заинтриговали, наверное, уже хочется открыть, посмотреть, но мы не покажем вам ни один разворот. Для того, чтобы посмотреть, что же внутри, почитать, насладиться иллюстрациями и всем прочим, конечно же, проходите по ссылке в описании моего видеоролика, на сайт и покупайте уже сейчас первую книгу с доставкой до конца марта и делайте предзаказ на вторую книгу про Лучика и его друзей с доставкой до конца апреля. Кстати, раз уж мы об этом немножечко упомянули, у нас еще есть пара вопросов, которые хотим обсудить. Вторая книга, она у нас будет очень такой динамичной, уже по сюжету, такой более быстрой, и там весь сюжет будет проходить в парке аттракционов, там будет праздник города, на который Лучик и его друзья отправились. И в этой книге сюжет будет помогать родителям и подсказывать, как же с ребенком наиболее лучшим способом проводить вот такие масштабные мероприятия, прогулки, как реагировать на поведение ребенка в случае каких-то неудач, соревнований, как правильно об этом говорить и как правильно, как мне кажется, задавать ребенку вот психологические установки в дальнейшей жизни по отношению к тому, важно ли быть первым, важно ли всегда побеждать и важно ли как-то, скажем так, думать больше о, может быть, процессе соревнования или какого-то важного дела, нежели только о вот самой победе, которая частенько встает в фокусе, и, как мне кажется, вот если неправильно к этому вопросу отнестись, то родитель может ребенка направить вот в ту стезю, когда ребенок будет очень много разочарований в своей жизни получать и огорчаться, когда будет неправильно реагировать на и победы, и проигрыши. Ну да, мы там поговорим в этой второй книге как раз о способе утилизации эмоций, да, о том, как с ними работать, немножко затронем тему даже эмоционального интеллекта, как распознавать эмоции других в себе и что делать, когда ты страдаешь вообще, пытаешься избавиться от этого ощущения сложного. Детишки маленькие, иногда нам кажется, что они что-то не понимают, или им рано, или сложно с ними это обсуждать, но нет, они вполне могут думать самостоятельно про многие вещи, которые иногда выпадают из нашего фокуса, и как раз способы работы с эмоциями, которыми мы можем научить детей, которыми мы можем поделиться с ними, обратить их внимание на то, как это вообще происходит с их жизнью, вполне задача вот дошкольного возраста, и мы в этой книге попробовали сделать шаги в эту сторону, помочь родителям говорить про эти сложные темы. Мы так подробно обсудили первую книгу, затронули вторую. Что ждать в следующих книгах? Расскажи. Да, в следующих книгах, конечно же, нас ожидает очень много всего интересного. Лучик и его друзья, они будут попадать в самые разные приключения, и, собственно, мы будем наблюдать за тем, как эти малыши справляются с разными-разными ситуациями. Сразу скажу, что малыши в этой серии расти не будут, то есть они остаются в этом возрасте, потому что, как мне кажется, есть очень много вопросов, которые мы, как мамы, как специалисты, педагоги, да и сами дети, вот с которыми нужно нам разбираться, и которые мы можем рассматривать, и с которыми мы можем работать. Поэтому, собственно, эти маленькие малыши будут, да, заниматься своими делами, родители будут заниматься своими. Ну а мы, как я, как автор, и Анна, и Ирина, как специалисты, мы, собственно, будем стараться и сюжетную линию раскрывать, и задания давать таким образом, чтобы для родителей было намного легче общаться с ребенком, строить свое общение с ребенком, строить свои отношения с ребенком таким образом, чтобы они создавались доверительными, открытыми, чтобы у ребенка, как Ира часто вот упоминала и писала также в сомблоке, чтобы у ребенка не было страха задавать какие-то вопросы, думая о том, что, может быть, он задает либо неправильный вопрос, либо, наоборот, дает неправильный ответ. Как ты говорила, правильных и неправильных ответов здесь нет. И также те малыши, которые вот, скажем так, сталкиваются со сложностями речевыми, чтобы этим деткам им было интересно и шло на пользу каждое задание, и чтобы эти задания были веселыми, в игровой форме, чтобы стимулировать детей их выполнять, а мамам и папам, бабушкам, ну, облегчать эту задачу вот этих занятий, поскольку вот частенько бывает такое, что когда тебе говорят, что нужно заниматься каждый день, это становится каторгой. Это на самом деле не только к занятиям относится, вот все, что вот любимое дело, скажи, у меня заниматься каждый день, и я пойму, что все, это уже быстренько становится нелюбимым делом. Следовательно, вот задача наша, вот в самые сложные дни, когда вот нет возможности заниматься, нет сил, нет ресурса, хотя бы одну страничку мы вот так вот приоткроем этой книжечке. Один вопросик зададим, и вот уже позанимался, все, Гештальт закрыт, уже молодец, Гештальт закрыт, все, я молодец. Слова произнес? Слова произнес, ты молодец, мама молодец, все молодцы, и книга, в общем, прекрасна на этой полочке, очень долго будет служить. Во-первых, потому что это серия книг, да, их будет несколько, как я уже упомянула в этом году, планирую 5, если получится больше, но я думаю, что 5, и это здорово, потому что хочется, чтобы ребенок полюбил этих героев, и когда вот они полюбятся и станут прям родными, классными, может быть, ребенок найдет себя в каком-то герое, сможет как-то отождествлять себя с этим героем и говорить, я рык, например, или я лучик, или я ум, или я сил, или я виза, или я поле. И, собственно, вот это здорово, что ребенок сможет как-то найти своего лучшего друга среди динозавриков и сможет как-бы участвовать в их приключениях, в их веселой жизни и тоже попадать в подобной ситуации и сказать, о, у поля тоже так было, или у лучика тоже так случалось, вот я тоже маленький динозавр. Вот, так что, да, эта серия книг, она действительно на нашей полке будет вдолго. Упомяну, очень важно, что эта книга, она действительно создавалась долго, упорно, она сделана очень качественно, листы прошиты, то есть в процессе использования этой книги листы вываливаться, вырываться не будут. И, конечно, мы думаем над тем, какой возраст детей, которые будут пользоваться вместе с родителями этой книжки. И у нас обложка твердая, ну и, конечно, вот плотность листов подходящая. Собственно, эта книга, она надолго с нами, вот прям надолго с нами. А может быть, вы, как специалисты, можете нам рассказать, чего же от вас ожидать в этих книгах в будущем, и как они, может быть, вот эти ваши цели, которые вы для себя поставили в следующих книгах, как они отличаются от того, что мы увидим первой? Раньше ты сказала, что динозаврики взрослеть у нас не будут, но я рассчитываю, что у нас будет взрослеть, как бы расти аудитория родителей, которые читают эти книги и работают с них, то есть делают или пробуют делать те задания, которые я для вас задумала. Например, в этой книге, на мой взгляд, задания достаточно простые, в конце есть пояснения про очень базовые вещи, как интересоваться ребенком, как делать паузу в разговоре, какого тембра голоса лучше использовать, если вы хотите, чтобы ребенок вовлеченный, заинтересованный, без страха и тревоги продолжил с вами беседу. Во второй книге задания усложнились, и у нас сдастся тоже были по этому поводу некоторые разговоры, да, мы что-то меняли, что-то наоборот оставляли на том уровне, который я задумала, так что каждая следующая книга будет предлагать вам чуть более сложный уровень именно ведения беседы с ребенком, именно провокации его мышления, и, например, во второй книге мы чуть больше затронем тему работы с аргументами, да, когда мы просим от ребенка не просто сказать да или нет, или хочу-не хочу, а предлагаем ему глубже поразмышлять, почему он так думает, объяснить свою позицию, сравнить ее с позицией другого. Так что, с моей точки зрения, очень важно, чтобы каждая новая книга была для вас как бы некоторым новым уровнем, такой ступенечкой, куда можно пойти дальше в разговор с иным, с другим, со своим любимым ребенком. Анна, расскажи со своей стороны. С моей стороны, конечно, тоже важная задача – это развитие речи, у нас есть этапы, это простая речь, простые слова, и мы должны стремиться вообще к фразе, предложениям, рассказу, пересказу, целей у нас много, поэтому в каждой книге мы будем затрагивать небольшой свой кусочек, потому что и развивать речь, и читать, интересоваться сюжетом, психологию затрагивать, не всегда это просто, поэтому по чуть-чуть, как по крупинкам, мы будем так, чуть-чуть собирать, 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 и в конечном счете мама будет учиться и общаться с ребенком, и правильно задавать вопросы, это самое основное, чему я учу, как правильно спрашивать, как мотивировать на речь, не просто покажи, подумай, скажи, покажи эмоциями, а произнеси. И постепенно ребенок будет учиться говорить не только словом, но и фразой, будет пересказывать и рассказывать. Очень круто. А со своей стороны могу добавить, наверное, важный такой момент, что нам в этих книгах, скажем так, не важно в первую очередь предложить читателю огромное количество заданий, информации и так далее. Ведь мы в своей работе очень много времени и усилий прилагаем к тому, чтобы этот сюжет и задания, которые даются ребенку, они были хорошо интегрированы, чтобы это все было органично. И на самом деле во второй книге мы тоже очень много дискутировали, да, и вторая книга, она получилась сама по себе более в сторону психологии, поскольку там более динамичный сюжет, там очень много всего интересного. И вот когда мы ее складывали, читали, смотрели, сравнивали по иллюстрациям все, мы поняли, что все-таки в этой книге мы лучше все, свое внимание и весь фокус направим на психологию, а вот задание по логопедии мы оставим на следующей книге. И в принципе мы вот такие свободные в этом смысле, и мы будем смотреть, может быть, какую-то серию мы вообще сделаем, скажем, как выходные, да, для мам, для пап, сидим просто читаем. В общем, мы свободны в своем полете, и действительно это для нас процесс, процесс такой, в котором участвуют все, то есть и Ира, и Анна, и я, и также наши иллюстраторы. Кстати, во второй книге уже у нас два иллюстратора, и к нашей команде добавилось еще одна девушка, которая для нас тоже будет рисовать. И в принципе мы всей командой очень круто работаем. И знаете, вот в окончании нашего видеоролика мне хочется правда вас поблагодарить за весь ваш труд, за вашу любовь, и не просто, знаете, как вот подход, что это не просто очередной какой-то проект, в котором мы участвуем, и классно вот было бы что-то сделать, а это действительно вот такая командная, классная работа. И я правда очень горжусь нами всеми, вами каждой в отдельности, нашими девушками-иллюстраторами, собой в том числе, нашими малышами. И я понимаю, что вот эта книга, она для нас правда вот продукт такой большой любви, который мы создавали для вас, мои дорогие подруги. И я более чем уверена, что каждый, кто возьмет эту книгу в свои руки, вы правда будете довольны, вы оцените вот эту работу, почувствуете наш труд, нашу любовь и действительно наша вот страсть к этому делу, и заботу о малышах, о вас, дорогие мамы, папы, и наше желание подарить вам вот такую книгу прекрасную, которая действительно подарит вам очень такие классные, теплые моменты в вашем общении с вашим ребенком. Немного выбраться из рутины, да, потому что мамы маленьких детей часто, они немножко затревают в этой ситуации, сон, еда, прогулка, детский сад, капризы, папа пришел с работы, ужин, а это вот почувствует такое вдохновение, которое, мне кажется, ты сейчас очень так мощно транслируешь, что это незабываемое воспоминание детства, и для нас, как мам, немножко вынурнуть из всего этого и понять, что ребенок, он такой классный, он живой, он интересный, он классно думает, просто нужно немножко начать этот процесс, стартовать, и, возможно, это станет, возможно, наверняка это станет очень прочным фундаментом, который позволит вам пройти дальше и возрастные кризисы, и пойти в школу спокойно, и вообще научиться говорить на сложные темы про то, что волнует вас, искренне интересоваться друг другом, мышлением друг друга, идеями, и, в общем, разговаривать. Да, это точно, а нам, мамам, женщинам, это такое классное напоминание о том, что мы можем все, вот все мы можем, мы можем родить детей, мы можем создавать классные продукты, мы можем вдохновлять друг друга, и вот сегодня такой особенный женский день, опять же, с радостью и гордостью могу сказать, что мой день рождения, и, знаете, на самом деле, это один из самых таких классных моих дней рождения, и я вот прям счастлива в этот день, вот, за это вам огромное-огромное спасибо, есть ли какие-то последние, может быть, слова, пожелания, что вы хотите сказать, и сегодня уже будем прощаться. Я желаю, конечно, всем читателям получить огромное удовольствие, потому что это, правда, проект души, то есть, вкладывали все в него, и это чувствуется, на самом деле, по обложке, по иллюстрациям, по текстам, по всему, поэтому читайте с удовольствием, развивайте речи и мышление своего ребенка. Я приглашаю вас стать соавтором, потому что одно дело вы читаете, что-то придумали мы, что-то вы, но мне очень важно, чтобы вы вдохновились и стали соавтором своей жизни, соавтором интереса своего ребенка, и тоже придумывали вопросы, придумывали задания, придумали, что было бы интересно сделать с ребенком просто в повседневной жизни, или с другими книжками, или во время каких-то рутин и заданий, которые вам нужно сделать и важно сделать. Поэтому подключайтесь к этому авторству и в широком смысле слова, и пусть книжка вас на это вдохновит. Все, мои дорогие подруги, спасибо вам за то, что были сегодня с нами. Пишите в комментариях, как вам наша книга, наш рассказ, может быть, у вас есть какие-то ваши пожелания друг другу, может быть, пожелания нам, может быть, ваши идеи того, что бы вы хотели видеть в дальнейших книгах. Все, что угодно, даже, может быть, поздравления с 8 марта, пишите в комментариях. Еще раз напомню, проходите в описании этого видеоролика по ссылке и покупайте первую и вторую книгу про маленького динозавра Лучика, и мы с вами увидимся уже в следующих наших видеороликах. На этом сегодня все. Пока, подруги!